Депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев выступил с инициативой запретить в России обороты хранения долларов США. Это предложение вызвало бурную дискуссию в обществе. Вот с этим мы и попытаемся сегодня разобраться. В эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. И у нас в гостях депутат Государственной Думы, виновник торжества, член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. А также член Президиума «Опора России» активиста Объединенного Народного Фронта Юрий Савелов. Здравствуй, Юрий. Добрый день. И управляющий директор ГК «Алор» Сергей Хистанов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Вы за или против вхождения доллара в нашей стране? Звоните, высказывайтесь, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Я бы хотел сначала понять, Михаил, зачем вам все это нужно? Поясните свое предложение. Ну, я же уже не раз пояснял за последние 10 дней, что это пакетная, в общем-то, инициатива. Мы считаем, я имею в виду фракции ЛДПР, что и наши золотовалютные резервы нужно, долю в них долларов Соединенных Штатов сокращать. Мы считаем, что и рынок драгоценных металлов нужно либерализовать в России. Мы считаем, что рубль рано или поздно должна стать резервной валюты. В том числе и одна из инициатив – это действительно законопроект о запрете оборота и хранения долларов. Конечно, он вызвал наибольший интерес. Многие законопроекты о поддержке науки, о наукоемких технологиях, я ведь в Думе, Зампредкомитета по науке, они не находят такого, вы знаете, широкого освещения в СМИ. А вот как только на доллар кто-то замахнулся, сразу номер один новость. Поэтому объясняю. Почему? Потому что я считаю, что это угроза. Это угроза и России, это зеленая бумажка и нашим запасам, и нашему народу. Единственное, что эксперты могут утверждать, что они не знают, что будет завтра. Ну, на то, а не эксперты, чтобы они, во-первых, как минимум прогнозировали, делали анализ. И ни одного эксперта не знаю, который бы сказал, что он поддерживает вашу инициативу. Ничего страшного, ничего страшного. Вы поймите, я не переживаю. Я хочу обратить внимание, что на самом деле, когда в лоб задаешь вопрос людям, профессионалам, финансистам, экономистам, может ли расти американский долг бесконечно. Ну, это же конечный процесс. Я как инженер это понимаю. Это невозможно вечно делать. То ответа нет. Но если нет ответа, значит, хоть 237 лет доллары американской экономики являются устойчивыми, великими. Мы с этим не спорим. Хоть 1037 лет. Это не принципиально. Завтра что будет, мы не знаем. Мы можем прогнозировать. Вот к нам уже дозвонился первый наш слушатель. Давайте мы его послушаем. Что он думает тоже по этому поводу. Максим, здрасте. Добрый день. Вот я, наверное, соглашусь. Хоть я и не являюсь сторонником партии ЛДПР, но я соглашусь с Михаилом. И я не считаю себя каким-то человеком, у которого много наличных долларов, но при этом... Но они у вас есть. Да, они есть. Но при этом я полностью согласен, допустим, с доводами Михаила о том, что... Действительно, ведь если посмотреть более скорбусно, получается, что экономика, в том числе и достаточно большие слои населения, вникая, а у нас, надо признать, отсутствует какая-либо финансовая образованность граждан, не вникая, просто перекладывают рубли в доллары. А в итоге же ведь может произойти ситуация, при которой этот доллар может и завтра, и послезавтра. Ну, гипотетически рухнуть. Но пока он не рухнул. Ну, пока нет. Но давайте работать с критичным методом. У нас всегда все начинается решать тогда, когда происходят какие-то коллапсы. Хорошо, Максим, у вас есть вопрос? Мы поняли вашу точку зрения. Вопрос есть? Вопрос есть, да. Вопрос, может быть, еще более широко посмотреть, и не только что запретить, а каким-то образом изменить, чтобы... Рубль более как... А, ну вот это самое главное. Как сделать так, чтобы рубль был более крепкой валютой, да, и экономикой. Спасибо, Максим. 65, 10, 99, 6, код города 495. Да, Михаил? Я могу продолжить. Как сделать так, чтобы рубль уважали? И, разумеется, здесь вся причина в экономике. Мы считаем, что наши, в том числе и резервные все фонды, нужно бы вообще вкладывать в отечественную экономику. И это наша позиция и наши фракции, я думаю, многих здравомыслящих людей. Мы ведь сегодня что? Мы вынули нефть, вынули газ, вынули металлы, руды, продали их и получили, что бумагу, ничем не обеспеченную, будем откровенными. А на самом деле, если бы мы эту бумагу потратили на собственную экономику, на ее, может быть, где-то инфраструктурные какие-то проекты, то, я думаю, это бы принесло больше пользы. А если уж говорить о китайцах, мне, как часто говорят, китайцы тоже скупают доллары, хранят. Ну, давайте посмотрим, что они на них покупают. Они покупают предприятия, в том числе и на Западе. Технологии, заводы. А мы что покупаем? Мы ничего не покупаем. Сергей, что вы думаете по этому поводу? Я так понимаю, что вы не совсем согласны. Ну, смотрите, здесь надо четко различать. Вот в посыле, который Михаил озвучил, есть и рациональное зерно, но есть некоторый элемент волонтаризма. Рациональное зерно заключается в том, что действительно госдолг США не может расти бесконечно, что рано или поздно конец будет, в конце концов деревья не растут до небес. Вот это рациональное зерно. Более того, история знает пример, когда валюта, которая когда-то была мировой, потеряла мировой статус. Пример довольно яркий, всем известный, это Британский фонд. То есть до 1914 года он был мировой валютой, и резервы в нем хранили. Сейчас эта валюта хоть и уважаемая, но до мирового статуса ей достаточно далеко. Процесс занял чуть больше 40 лет. Поэтому если начать считать начало, скажем так, снижения роли доллара в мировой экономике, тогда, когда массово пошел перенос производства в Китай, по смыслу это довольно хорошо совпадает, где-то в то время, действительно, экономика Китая резко рванула вверх, а реальный сектор экономики США как раз относительно китайской стал снижаться. Ну, грубо, пусть 20 лет назад это было. Значит, как минимум лет 20 на раздумье у нас уже есть. Тактический недостаток этого предложения. То есть стратегически предложение может быть и хорошее, но непожарным образом это внедрять надо. Вот существует очень красивый, совсем недавний, свежий и действующий в настоящее время исторический пример. Когда в стране запретили доллары США. Это Аргентина. Вот уже, по-моему, два года, как там пришло к власти такой вот с социалистическим оттенком правительства, которое в борьбе с инфляцией, с империализмом, да, в Латинской Америке в последнее время любят с этим бороться, да, запретили доллар США. Вот взяли и запретили, вот как раз вот почти один в один. И к чему это привело? Да, то, что Михаил предлагает, вот там это сделали на практике. Так, к чему это привело? Совершенно известно, к чему привело. Это очень порадовало так называемых барыг, да, поскольку черный рынок процветает, там процедура обмена валюты напоминает процедуру передачи донесения у шпионов. Там люди в толпе в определенном месте встречаются, тихонько-тихонько там передают друг другу национальную валюту и доллары, там пересчитывают под полой, и тут же разбегаются, чтобы полиция не поймала, да. Все знают, что люди этим занимаются. Ну понятно. Забавно, но даже силовики, поскольку инфляция большая, они свою зарплату периодически меняют, да. Но делают вид, что запрет соблюдается. Господа, давайте послушаем все-таки нашего слушателя тоже, который ждет давно. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Да. Добрый день. Здравствуйте. Значит, еду в машине, в публитосу разговариваю. Слышал выражение, кому нужны эти бумажки и все остальное, ничем не подкрепленное. А вопрос, чем у нас подкреплен рубль? Понятно. Если в советские времена на каждой банкноте было написано, что обеспечено золотым запасом, то сейчас это та же самая бумажка. Понятно. Даже не буду... Спасибо, Андрей. Понятно. Даже не буду спорить. Я лишь приведу еще одну свою инициативу. Все золото Центробанк должен скупать в России. 200 тонн в год. Продолжим. Продолжим после новостей. Зачем Россия и американский доллар? Тема нашей сегодняшней программы. Мы обсуждаем инициативу депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева. Он предлагает запретить в России обороты хранения долларов США. Сам же Михаил у нас сейчас в студии, а также член президиума опоры России, активисты Объединенного народного фронта Юрий Савелов и управляющий директор ГК АЛОР Сергей Хистанов. Мы получили мнение и от Михаила, и Сергея высказался. Юрий, что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, предложение как бы интересное. Оно такое витает в отдыхе. Заманчиво. Но не все так просто, да. Дело в том, что если мы завтра отменим хождение доллара и сразу укрепим рубль. Что только доллары, давайте все отметим. Да, давайте все отметим, у нас будет очень крепкий рубль. Евросоюз скоро сам развалится. Прекрасно, конечно же нет. Супер. Вот, нужно начинать немножко с другого. Нужно его действительно укреплять, хотя бы так, как делали китайцы. Они там на протяжении, допустим, пяти лет держали один и тот же курс по сравнению с долларом. Понимаете, ведь рубль у нас скачет, у нас есть недоверие очень огромное. Там пять-шесть месяцев назад он стоил 29 рублей доллар, да, сейчас 33. Представляете, какой скачок? Вот, а кто думает все это оплачивать, когда мы покупаем валюту? Совершенно верно. Мы же оплачиваем. Мы с вами, да. Вот, и отменить доллар. Ну, давайте его отменим. А тут еще самый главный вопрос, как будет происходить обмен? То есть будет конфискационная реформа, Михаил? А дело еще в том, а сколько у нас... А, дело техники. Ну, у нас дело техники было всегда. Добровольно. Добровольно принудительно. Я не досказал свое мнение. Сколько у нас на руках этих долларов? Допустим, под подушкой человек держит 100 тысяч рублей, там, и 3 тысячи долларов, да? Ну, на черный день, конечно. Не в банке, потому что уже банков не добираем, уже у третьих там или каких-то. Мы их отобрали лицензию. Вот. И что с этим делать, с 3 тысячами долларов? Придет поменять рубли, получше под подушку 200 тысяч рублей. А может быть, не хватит наличных рублей, если мы начнем сейчас сдавать все доллары? Мы же не знаем, сколько у нас на руках. Оценочно от 30 до 80 миллиардов. Вот. И представляете, это все за 20 миллиардов. А может быть, больше. Давайте просто будем называть много, очень много и супер много. Вот, непонятно, что с этим делать. Поэтому, ну, предложение хорошее, как бы, можно подойти, да? Но при этом все, как все воспринимают это предложение. Да, никаких вопросов не решает. Потому что ограничения не так в стране происходят, правильно? Вы же не возьмете за 100 долларов, не пойдете в магазин, ничего не купите. Я бы хотел еще, чтобы к нам присоединился сейчас Михаил Хазин, президент компании «Ниакон». Он у нас сейчас на связи. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы наверняка наслышанное, да, предложение Михаила Дегтярева о том, чтобы, ну, запретить в России обороты хранения доллара в США. Экспертное, профессиональное мнение от вас. И коротко, лаконично, так, чтобы всем было хорошо. Скажем так, соображения, чему бы это было осуществлено, они существуют. Проблема состоит в том, что реализовать на практике этот затей будет очень тяжело. Мы это все хорошо помним по 80-м годам, когда при советской власти это было строжайше запрещено, и тем не менее. Я бы сказал так, что, на самом деле, те задачи, которые хотелось бы решить с запретом нахождения доллара, нужно решать экономическими методами. И тогда может оказаться, что доллар будет просто никому не... То есть вы имеете в виду, по большому счету, поднимать экономику? Я солидарен. Не только, не только поднимать экономику, но, например, делать рубль национальной валютой. У нас же сегодня рубль не является национальной валютой. У нас он привязан к доллару. Это всего лишь фантик по обмену на доллары. Так что, и в этом смысле, ругать людей, которые предпочитают иметь в руках доллары, а не рубли, как-то глупые и нелогичные. Но, по большому счету, вы видите и какое-то зерно... Ну, я не хотел бы сказать цинизма в этом предложении, но и какое-то рациональное зерно есть. Причины, по которым это было бы, может быть, и не так плохо, они понятны. Но проблема в том, что реализовать на практике это, скорее всего, не получится. В нынешние времена. Просто вот так как не работает. Я просто в бытность свою чиновником был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным на лично-денежном обращении. Прекрасная борьба. У меня богатый опыт был. Вот что с этим делать, и можно ли вообще что-то делать. Ну, то есть, по большому счету, сейчас это выглядит как популизм, по большому счету. Сейчас это выглядит как популизм, хотя, на самом деле, я бы это еще воспринял бы как способ обратить внимание на проблемы. Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо, Михаил Леонидович. Спасибо, Михаил Леонидович. Это был Михаил Хазин, президент компании «Ниакон». Это действительно так. Это одна из целей. Обратить внимание на ситуацию. На что обратить внимание? На ситуацию экономическую? Нет, догадачивались с рублем. Первое. Обратить внимание на отсутствие фактически финансового суверенитета у нас, у России. И на ситуацию в Америке. И обратить внимание, в том числе, власти. Что она делает. Потому что мы ведь в лоб в Государственной Думе много раз задаем вопросы. И Силуанову, и Улюкаеву, и Набиулиной. Наша фракция, и другие депутаты. Но не можем добиться очень часто каких-то внятных ответов. А вот на эту, назовем ее откровенно, пусть будет многим за это провокацию, наконец-то начали звучать и оценки, и предложения, и так далее. Но это действительно одна из целей. Я с этим спорить не буду. Мне приятно, что Михаил, в общем-то, это разглядел. Вадим к нам дозвонился. Давайте послушаем нашего слушателя. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Политаналитик Самара. Я хотел бы в двух словах выступить в защиту доллара. Давайте посмотрим, что в конечном итоге стоит за долларом. За долларом стоит крупнейшая мировая экономика в размере 20-25% вообще экономики, так сказать, мирового производства. За долларом стоит экономика, которая производит где-то около 20% мировых инноваций, что обеспечивает безусловную конкурентноспособность ее продукции. И самое главное, что стоит еще за долларом, это огромное политическое и военное влияние этой страны. Поэтому я так думаю, что хоронить доллар – это обычное, так сказать, развлечение наших политиков и экономистов. Но это не имеет никакого отношения к реальности. И если уж запрещать доллар, то я предлагаю рассмотреть эту возможность с пакетом авториал ДПР, поскольку их предложения с точки зрения реализуемости очень низкоэффективны, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо большое. Земляк мой, Самарец звонил. 65-10-99-6, код города 495. Видите, земляки вас не поддержали. По поводу запрета партии. Все это иллюстрация, все это прошлый век. Наоборот, пусть будет максимум политических сил на поле. Это наша тоже позиция. Либерализация выборного, в том числе, законодательства. Да, Сергей, вы хотите... Вот, кстати говоря, многие, кто анализирует ситуацию в Аргентине, где запретили доллар, ждут, не дождутся парламентских выборов. Потому что уже всем очевидно, что партия, которая инициировала запрет доллара, она с вероятностью далеко за 90% выборы проиграет. Соответственно, запрет будет отменен. Но в течение выборного цикла, когда они получили мандат доверия от населения, вот они проводят такую политику. А население что ждет? Что оно потом будет хранить свои сбережения в долларах, что ли? На этом ждет просто. Оно ждет много чего. Нет, ну вот мы сейчас конкретно говорим о долларах. Но, по крайней мере, люди получат возможность в условиях инфляции национальной валюты. Ведь давайте будем честны. Люди покупают доллар не потому, что испытывают какой-то пиетет к могучести экономики и политического влияния США. Они хотят сохранить свои деньги. Да, люди хотят сохранить свои деньги. Единственный ресурс долерия. Большинству людей глубоко наплевать на положение США. Они просто видят, что если они купили доллар, то покупательная способность доллара сохраняется лучше, чем покупательная способность рубля. К сожалению, это непобедимо в ближайшее время. И по этой причине трудно людей винить за такой выбор. Это рационально. Не спорю. Михаил, но вы тоже же пытаетесь каким-то образом сберечь свои сбережения? Конечно. Ну, в долларах? Евро? В основном в рублях. Потому что у меня сбережений нет. Ну, в долларах пытались? Делали? У меня есть пять долларов. Я говорил много раз. Они висят на холодильнике. Очень плохо приманивают еду. Ну, а если серьезно, то я с коллегой согласен абсолютно. И вообще я со всеми экспертами согласен. Ну, мы поняли. Вы сделали некую провокацию, как это называется. Я только хочу обратиться даже больше к людям, к народу. Вот у нас народ всегда вставал и родину спасал. Начиная от свержения этого ига татаро-монгольского и польскую шляхту народ встал, прогнал не элита, которая призвала Семибоярщина, собственно, польского королевича на престол, а народ встал. И далее Отечественная война и Первая мировая. Она называлась, кстати, Великая Отечественная война. И Великая Отечественная 41-го года, 45-го. Всегда народ. Вот я и хочу к народу обратиться. В том числе эта инициатива является такой гуманитарно-просветительской, чтобы люди заинтересовались, что такое доллар, кто его выпускает. Чем он обеспечен, какое у него будущее, что по этому поводу думают, в том числе эксперты, которые начали эту тему обсуждать. И встали на защиту нашего финансового суверенитета и потихонечку, в течение нескольких лет, отказались от этого инструмента накоплений. А правителей мы, политические силы разные, мы очень на это надеемся, все-таки вместе с народом. С подвигнем к тому, чтобы они тоже наконец-то начали переводить, снижать долю в наших резервах доллара и вкладывать в отечественную экономику. И сделали рубль национальной валютой. Я думаю, что призывать к этому не надо, когда покупная способность рубля увеличится. Народ сам понимает, что нужно спасать. Мы продолжим разговор сразу после новостей на Афинам ФМ. 65, 10, 99, 6, звоните. Мы сегодня обсуждаем, нужен ли России американский доллар, инициативу также депутата Государственной Думы от ЛДПР Михаила Дегтярева, который выступил с запретом или с предложением запретить в России обороты хранения американской валюты. Сам же Михаил у нас сейчас в студии. Также член Президиума опоры России, активист Объединенного народного фронта Юрий Савелов и управляющий директор ГК Лор Сергей Хистанов. У нас есть уже даже некоторые сообщения через интернет. В частности, Михаил, к вам обращение, Виталий пишет. Вы хотите, как Чавес, в Венесуэле избранная элита забирает все доллары за продаваемую нефть себе, продает и все, 90% импортивного потребов, три дорога, скупает все, производимое мужиками за копейки и перепродает за доллары за границу. Вот реакция. Даже без комментариев. Не хочется комментировать. Да, смысл. Причем здесь Чавес и мои инициативы. Я объяснил, что вначале, может быть, коллега не слышал на том конце интернет-провода или Wi-Fi. Я объяснил, что у нас пакетные предложения, связанные вообще с отечественной экономикой. А если уж говорить о некоторых... Но пакет это мы не увидели, мы увидели только это предложение. Но это СМИ, это закон медиа. По поводу мегапроектов отечественных. Вот спрашивают, куда вкладывать. Но мы вот не убеждены, что нужно вкладывать в какие-то такие локальные проекты типа ЦКАД или типа высокоскоростной магистрали в Казани. Мегапроект это мегапроект. У нас в России единственное преимущество, кроме ископаемых, это наша география. Мы считаем в ЛДПР, что этот проект называется транспортный евразийский коридор. То есть нужно вложиться в наше преимущество и его продавать. У нас реально сегодня проблема пиратства для судоходства. Суэцкий канал там все дымит, Египет дымит, в Израиле там нестабильно, в Сирии и так далее. То есть мы имеем преимущество перед другими странами. У нас гигантская территория. Почему мы не можем вложиться... То есть вы хотите сказать, если бы вы напрямую выступили с этой инициативой, вас бы никто не услышал? Никто не услышал. И мы считаем, что нужно вот такие проекты запускать и вкладывать. Они потянут за собой и научно-исследовательские разработки, и рынок инноваций, и новые рабочие места. Я вот не очень понимаю наших правителей, когда они говорят, мы создадим 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Для кого? У нас столько трудоспособного народа нет. Для мигрантов, что ли? И где будут эти места? Я не могу этого понять. Поэтому, если мы говорим, что мы создадим несколько колейную железную дорогу транссибирскую, которая со времен царя еще не модернизировалась. Если мы проложим там 10-полосный хайвей во Владивосток, в Китай, в Монголию, куда угодно. Если мы построим трубу вакуум, но есть такие запатентованные отечественные разработки, где контейнеры в вакууме с многотысячными скоростями передвигаются с востока на запад, запад на восток. Я это понимаю. Это потянет за собой создание новых рабочих мест. Но охранение наших резервов в бумажках, в американской, это тупик. Давайте спросим еще гендиректора компании Смирнов and Company, персонального советника Натальи Смирнова. Она сейчас у нас на прямой связи. Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, а как вы отреагировали на инициативу депутата Дегтярева? Что вы подумали, когда услышали об этом? Ну, подумал следующее. В принципе, это некоторые ограничения честных инвесторов. Почему нельзя использовать те валюты, которые, в принципе, всем доступны? Это возвращение, по сути, к режиму СССР, когда у нас можно было использовать только нашу валюту. У нас достаточно уже ограничений, связанных с тем, что у нас нельзя проводить операции между налоговыми резидентами Российской Федерации и зоной валюты, кроме рублей. И это нормально. Но когда физлицам, например, нельзя будет использовать накопление денег валюту, кроме... Я считаю, что это ограничения. И учитывая, что рубль у нас не является стабильной валютой, я считаю, что это не совсем корректная инициатива. Ну, видите, Михаил Дегтярев говорит о том, что таким образом он попытался спровоцировать аудиторию, чтобы они обратили внимание на экономическую ситуацию в стране. И, соответственно, таким образом попытались бы вложиться в другие мегапроекты, да, Михаил? Я в евразийском транспортном коридоре, а она о частных инвесторах. Ну, потому что это нас всех волнует. Да, конечно. Я понимаю, конечно. Я сам частный инвестор наверняка. Это Михаил Дегтярев, Наталья. Я же вкладываюсь в рубли и в свои пять долларов на холодильнике. Наталья. Дело в том, что мы сейчас говорим совершенно о разных вещах. Я соглашусь с предыдущим спикером. Но для того, чтобы, скажем так, провоцировать аудиторию, сначала нужно создать то, куда вкладываться. И если даже вспомнить то, что говорил предыдущий спикер, нужно сначала создать все проекты, в которые разумно будет вкладываться. Да, а проектов-то по большому счету, да, нет. Казмачистки обрезать обязательства Соединенных Штатов Америки. Поэтому почему наши госверсства можно в среду доллара, а частных инвесторов нет? Тут получается такая политика двойных стандартов. Поэтому сначала нужно создать, куда вкладываться, а потом уже вводить ограничения или вводить какой-то эпатаж. Поэтому тут провоцировать-то нет смысла, некуда и вкладываться ничего не создано. Спасибо, Наталья. Это была гендиректор компании Смирнов & Company, персональный советник Наталья Смирнова. Но по большому счету, вот вы называли некоторые проекты, Михаил, но никто не знает, зачем, куда. Зачем в Казань, Сапсан, я не понимаю. Почему не в Самару или не в какие-то другие города? У нас есть вообще проекты, в которые можно вкладывать деньги? Это вообще тупик. Вы имеете в виду крупные проекты? Да не крупные, хотя бы частному инвестору. Куда вкладываться? Все эти олимпиады, стадионы. Давайте тогда просто поточним, от какой суммы идет речь? От какой суммы инвестор должен быть частный? Ну, давайте 100 тысяч долларов. Ну, у людей не так много денег по 100 тысяч долларов. У нас не так много людей наберется, которые готовы не в банке их держать, чтобы на них жить на ренту, а вложить куда-то. И непонятно, какой проект, допустим, проект Москва-Санкт-Петербург, там, автомобильная дорога. Как вы считаете, вам принесет эти 100 тысяч долларов? Вот видите. Так поэтому я говорю, у нас нет таких проектов. Нет, 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 есть, проекты есть, проекты есть интересные, но они до конца не доработаны. Понимаете, они не прозрачны. Вот говорят, да, вот вы вложите 100 тысяч, в течение 10 лет будет получать в год 15% в валюте, к примеру. Так может быть и работать над тем, чтобы они были прозрачны? Совершенно верно. Чтобы условия, в которые... Чтобы человек, имеющий 100 тысяч долларов, а может быть 50 тысяч, а может быть 10 тысяч, прекрасно понимал, что они не в банке лежат, да, они вот у него долгосрочные, но вот по стольку, ему там в течение 10-15 лет будут капли. Пистанов не согласен. Согласен с чем? Сейчас узнаем. Я не не согласен, у меня возражение другого типа, принципиального. Дело в том, что не нужно ничего изобретать. Нигде в мире никто не выдумывает какие-то специальные проекты. Механизм существует уже не одну сотню лет. Он очень простой, в учебнике экономики для первого или второго курса описанный. Организуется какое-то предприятие. Как только оно хоть чуть-чуть делается жизнеспособным, оно выпускает акции. Вот акция предприятия, а они стоят совсем недорого, там многие акции стоят, начиная от единиц долларов, допустим, и так далее. Если человек верит в жизнеспособность идеи данного предприятия, он покупает эту акцию. Если предприятие успешное, оно растет. Акцию хочется купить в начальном этапе, когда они дорого стоят. Так ради бога. Так ради бога. А вот нет такого проекта, где бы мы сразу купили, мы же об этом говорим. Пусть не важно, какой интерпретации акции это будет, или просто вы выложите договор, что вы вложили в какой-то проект денег. Существует акционерное право, которое идеально разруливает все юридические проблемы, там, от создания до, вплоть до, не дай бог, банкротства. Ну, бывает такое, да. Это, знаете, как вот покупка молоденького цыпленка. Из него может вырасти там что-то прекрасное, а может он, бедняга, сдохнет скоро, да. И такое бывает. И его зарежут. И это бывает, да. Тем не менее, сам механизм существует ему не одна сотня лет. Не надо ничего изобретать. Более того, вы говорите, нет проектов, нет проектов. Я прекрасно помню, да, вот, не так давно, не так давно, акции того же самого Газпрома стоили 87 копеек, да. Вот. Было время. Сейчас-то фантастика смотрится, да. Мы тогда не очень разбирались, что такое акции. Ну, кто-то не разбирался, а кто-то разбирался. 29% не разбирались. Больше. Поэтому возможности есть. Другой вопрос, что у нас номенклатура вот этих самых ценных бумаг, доступных, реально доступных инвестору, да, она очень узкая. И, к сожалению, почти все из них, за редким исключением, это, в принципе, монстры, созданные еще в Советском Союзе. А новых, молодых предприятий действительно очень мало, вот, ну, такого серьезного масштаба, в принципе, можно перечислять. А их надо поддерживать для того, чтобы... Александр. Конечно, государство надо поддерживать, и у страции государства частное партнерство. Тогда инвестора, вот, небольшого инвестора, говорите, в 100 тысяч долларов, в 50 может привлечь. Государство это не делает. Да, я скоро эвакуируюсь на Высший Совет ЛДПР. Да, ну, вообще, еще 4 минуты будете держать ответ. Хочу благодарить всех экспертов, всех звонивших, всех мнений, уважаю и дорожу. Ну, у нас с вами есть еще 4 минуты. Но хочу сказать про будущее. Вот, возможные проекты. Я один назвал Евразийский транспортный коридор. Я хочу сказать, например, что сейчас и рассматриваются вопросы в Государственной Думе. Я уверен, что и новое руководство Роскосмоса к этому подойдет. Новая редакция закона о космической деятельности. Частная космонавтика в России не развита. Ее нет. Ее нет. Начнем с этого. Потому что нет никаких, конечно, для того правовых оснований. Она и в Америке в зачаточном состоянии. Но я считаю, что это в том числе и будущее. Возможно, такие подобные проекты появятся, в том числе и в этой отрасли. Как и в биотехнологии, как и в транспортных каких-то крупных проектах. Поэтому... Хотелось бы какие-то приземленные проекты в реальном секторе, типа транспорта, сельского хозяйства. Вкладывать, Александр... Вот это поддерживать хотелось бы. В собственную экономику. Я, если и говорю и о правительстве, и призываю их вкладывать свои резервы в собственную экономику, я в том числе и к простому человеку обращаюсь, у кого и 50, и 100 тысяч. Вот давайте мы... Их нужно вкладывать. Давайте мы послушаем Вадима до того, как вы уйдете. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Это опять Вадим, политаналитик Самара. У меня есть предложение такого рода, в концентуальном плане. Что если рассмотреть в виде законопроекта такую инициативу, как запрещение подавать любых заявок на проведение международных соревнований на территории России до тех пор, пока ВВП страны не будет 4 или 5, так сказать, или даже выше. Я думаю, что, с одной стороны, это здорово сэкономит наши средства, поскольку мы вроде бы как становимся уже такой мировой спортивно-увеселительной площадкой. А сейчас не до этого. А с другой стороны, простимулирует наше руководство, потому что многие из них просто болельщики технических спортивных соревнований. Спасибо, Вадим, спасибо. 65, 10, 11, 9, 6, код города 4, 11, 5. Вот. Разумно. Да, разумно. Хорошая шутка. Нам ждать нового предложения. Ну, конечно, никакими запретами подобной темы не решишь. И вот пример Красноярска здесь очень красноречив. Все его конкуренты на проведение зимней универсиады сняли свои кандидаты. Да, он остался один и выиграл. Я, конечно, поздравляю всех красноярцев. Это действительно будет прекрасный праздник спортивный. Но как и на что они будут строить в нынешних условиях свои объекты и инфраструктуру, остается только догадываться. Это очень сложный проект с финансовой точки зрения. В тех регионах, где подобные проекты выносились на референдум, вот очень яркий пример, совсем свежий, это Мюнхен, да? Там жители с большим перевесом проголосовали против, сказали, что не нужно нам, пускай другие проводят соревнования. Лучше полетим вместе в космос. Ну, профессор из Красноярска, он рад за то, что там будет представлять. Да, я рад, конечно. Да? Ну, я же повторяю, мы как мы не можем не радоваться прекрасным мероприятиям, которые пройдут у нас, но вопрос... Опасения возникают просто, как они проведут, как, да, с экономической. С экономической точки зрения. Я был в Красноярске на прошлой неделе, я курирую его от ЛДПР. Прекрасный край. Ну, вы знаете, ну, это же город, в который нужно реально вложить приличное количество денег. Мы всем миром будем вкладывать в Красноярск, чтобы там успешно прошли эти игры. Я так понимаю. Будем, конечно. Будем недоедать, да? Да. А куда деваться? Мы уже победили и перед всем миром заявили, что готовы принять. Это был Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР. Это именно он выступил с инициативой запретить в России обороты хранения долларов в США. Эту тему сегодня мы обсуждаем и отпускаем Михаила по важным делам. И всех православных Михаилов с Днем Ангела. Мы продолжим программу, не уходите буквально через несколько часов. 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Мы сегодня обсуждаем с нашими гостями, а у нас в студии член Президиума опоры России, активист Объединенного народного фронта Юрий Савелов и управляющий директор ГКЛОР Сергей Хистанов. Обсуждаем мы инициативу депутата Дегтярева запретить в России обороты хранения долларов в США. Естественно, мы сразу же цепляем и общественное мнение, и экономику в целом, и международный опыт. И пытаемся сделать прогноз, что нас ждет в этой ситуации. Но когда появляются такого рода предложения, общество воспринимает их как предвестник чего-то очень плохого. Особенно в экономике. Так ведь, Сергей? Ну, ни для кого не секрет, что особенно у старшего поколения есть четкая установка, что на черный день нужно создавать какие-то резервы. Поскольку люди, которым сейчас лет 40 и старше, хорошо помнят, что было с инфляцией по рублю в 90-е годы. Я в те годы работал в банке, наизусть помню, сколько лет прошло, ставка рефинансирования ЦБ 275 годовых. Ну, сейчас да, это было давно, поэтому сейчас... Нет, так это было, да. Это было давно, и поэтому сейчас это кажется какой-то фантастикой, да, вот в голове не упадет. Об этом мы даже пытаемся не вспоминать. Да, а я помню хорошо. При том, что вот ставка была ЦБ 275 годовых, реальная инфляция была 350-370 годовых. Тоже как бы фантастика сейчас воспринимается, да. И нормальное поведение любого россиянина, причем любого, будь то пенсионер, будь то бизнесмен, неважно, да. Как только они так или иначе какой-то доход получили, они первое, что делали, они мчались в обменник, рубли меняли на доллары, а доллары потихоньку, по мере необходимости, там, меняли обратно на рубли и расходовали. Но если обменяли, то в рублях не держали, это сразу расходовали. Да, это правда. Вот, и это длилось довольно долго, ведь на самом деле рубль заметно начал укрепляться только тогда, когда пошел сильный рост цен на невиды. А до этого... Это начало 2000-х. Да, начало 2000-х. А вот этот вот довольно жесткий период, там, с 91-го до вот начала этого роста цикла цен на энергоресурсы, рубль все время падал, да. Я прекрасно помню эти времена, многие это помнят. И представьте, что люди, которые помнят те времена, вот молодежь, оно в чем-то, вот есть такое выражение, там, непоротое поколение, да. Это правда. То есть те, которые не видели больших трудностей и вот которые сформировались как личности в период, когда экономика росла, вот. Им это непонятно, а людям старшего поколения это очень понятно, да. И вот подобные, подобные заявления вполне могут спровоцировать, там, достаточно жесткие панические настроения среди людей старшего поколения. А поскольку наше поколение, наши люди привыкли еще читать между строк, да, а бизнесмен это тем более. Может быть, напряжение, да, определенное. Да, напряжение уже пошло. Но я вам хочу сказать, вот если взять сегодняшний момент, то в рублях ведь очень многие сегодня держат вклады у себя дома. Именно не в валюте, как пытаются поделить поровну, но я думаю, что больше все равно в рублях. Вот видите, мы этим уже отвоевали, значит, укрепили рубль. Веру, веру, веру простых граждан в рубль. Вы понимаете, совсем недавно, буквально, да, вот последняя девальвация рубля, которая была в 2009-2010, по-моему, годах. Где это в 2009-2010? Да нет, она вот совсем... Ну вот недавно совсем недавно. Вот это 29, когда доллар был, сейчас 33. Нет, 26 было, а потом 31. Мы прекрасно помним, что до этого нам говорили власти. Храните деньги в рублях. Настойчиво. Существует очень старая шутка, которую любит Сорос цитировать. По-русски она звучит так, да, что чем громче он говорит о своей честности, тем быстрее пересчитываю мелочь в твоем кармане. Подождите, вы еще забываете такой момент. Вот доллар начал расти с 26 до 29, да, что стало делать люди? Они стали скупать доллары. Да. Он дорожил до 31, а потом упал сразу до 29. Да. Действие простого российского гражданина, что он должен сделать? Он стал продавать. Совершенно верно. Он потерял. Да. И вот когда несколько раз, вот я вам честно, вот спросите, вот обыватели, кто с этим столкнулся, когда они только доллар начинал расти, рубль падать, да, они уходили с работы раньше, бежали по обменникам, покупали деньги. Когда два-три раза через это прошли, люди стали напрягаться. Они понимают, что их где-то обманывают. Никто никому не обманывает. Потом, когда они начинают считать, дебет с кредитом, получилось, что если бы он не купил бы доллар, он бы выиграл. У него получился двойной обмен, и он проиграл. То, что вы изложили, это классическая ошибка. Но когда это происходит раз в год, на протяжении там трех лет, человек уже просто напрягается. Доллар начал расти, что бежать скупать, а если сейчас я его скуплю, оно пойдет на два рубля, мне надо опять будет купить рубли, а он опять вырастет на рубль. Да, и в среднем я... Так, вели себя люди. Два-три года назад. Это классическое заблуждение. То, что вы сейчас описали, это то, как не надо делать. Правильно. Но делали же, но делали же. Это сейчас не делают. А три года назад делали. Это делали, делают и будут делать. То, что вы описали, это поведение классического необразованного спекулянта. Который видит какое-то изменение и под влиянием того, что видит, бежит что-то делает. Это не спекуляция, опять же, сохранить свои средства. Это не спекуляция. Как-то, насколько хватает... Ну а какие, да, у нас больше нет никаких инструментов. Конечно. Как же сохранить? Человек пытается. Не надо никуда бегать. Нужно просто подумать, какие деньги вы точно не будете тратить достаточно длительное время. Оставить их в рублях. Я об этом и говорю, что рублей сейчас на сбережение люди откладывают гораздо больше, чем долларов. Это уже победа. Что происходит сейчас с государственным бюджетом, позволяет очень с большой вероятностью. Ну, к сожалению, экономика наука не точная, поэтому всегда оперируется вероятностью. Предположить, что... Экономика не точная. Скорее всего, всегда было наоборот. Не точная. К сожалению, не точная. Насколько не точная. Даже легко скажу, насколько не точная. Настолько, насколько политики своими действиями вызывают какие-то явления. В тех странах, где политики почти не вмешиваются в экономику, там предсказуемость гораздо выше. И наоборот. Потому что политическое решение, особенно если оно достаточно волюнтаристское, оно ломает любые построения аналитиков. К сожалению, но так устроен мир. Непобедимый это. Так вот, с очень высокой вероятностью на горизонте 1-2 года можно прогнозировать падение курса рубля относительно доллара США. Малейшее снижение нефтяных цен, даже очень небольшое, с учетом перенапряжения бюджета по причине и высоких социальных расходов, которые взять легко на себя обязательства, отказаться очень тяжело и крайне болезненно для политиков. И, по мнению многих экспертов, завышенных военных расходов, вот эта ситуация, она делает очень неустойчивым курс рубля. Да, пока нефть стоит там 108-110 долларов за баррель, все хорошо. Ответьте мне, пожалуйста, а вдруг правительство вступит в игру и в серьезную игру? Конечно, оно вступит в игру со своим народом. Оно возьмет доллар и понизит на 3 недели, на 2-3 рубля. Легко, легко. Только для того, чтобы в такие игры играть, надо тратить резервы. Вот когда шла девальвация, тратили до 2 миллиардов в день, в неделю, пардон, доходили траты. А миллиардов этих не так уж и много. Месяца через 3 такой игры закончатся резервы. А как только резервы закончатся, вот здесь правительство будет очень жестоко наказано за такие игры. Поэтому те, кто собираются сберегать надолго, там год-два, доллар смотрится разумным выбором. И каждое укрепление рубля для человека, который разумно относится к своим финансам, это сигнал купить доллар. Вот и все. Кроме доллара, других инструментов у нас, по большому счету, инструментов-то больше нет. Ценные бумаги и все. Но это Сергей не расскажет нам про ценные бумаги. На самом деле, из простых вещей, доступных каждому, не требующих квалификацию, доллар на первом месте. Потому что в Евросоюзе свои проблемы. Швейцарский франк реально малодоступен для россиян. Но кто хочет, располагает ресурсами и возможностями, в принципе, можно. На востоке страны, вот в том же Хабаровске, Владивостоке, я сам видел, когда был, вот там люди вместо доллара иену японскую используют. Вполне себе ничего, годами, даже десятилетиями. Они там продаются в обменниках и так далее. Но для среднего россиянина доллар просто банально удобнее. Не потому, что он чем-то там сильно лучше. Сделайте уже тогда прогноз. Сейчас уже сказали, а, давайте говорить, б. Если доллар будет расти, на сколько? Никогда. 35-38 смотрится весьма реалистично. Выше большие вопросы. До конца года не увидим этот цифр. До конца года вряд ли. И все, понимаете, доллар уже не смотрит на календарь. А вот если бы он смотрел там, и вот конец года, и для меня это что-то означает. А сезонный фактор тоже? Больше влияет такой фактор, как стоимость нефти. Вот это наш барометр, от которого зависит у нас все. И курс рубля, и инфляция, и рост экономики, и занятость, и даже динамика зарплаты. Но по большому счету сейчас нефть-то установилась на уровне, который мы видим. Абсолютно верно. Если бы наше правительство не взяло на себя слишком большие обязательства, а я уже их еще раз повторюсь, социалка плюс военный расход, вот тогда бы рубль укреплялся бы. Все было бы хорошо, и никакого опасения относительно судьбы рубля не было бы. Но, к сожалению, в силу тех или иных причин, вот это вот перенапряжение бюджета имеет место быть. И вы правы, нефть установилась. И слава тебе, Господи, что она установилась. Но так ли долго продлится это установление, большой вопрос. А небольшое падение спровоцирует и падение курса рубля. Да, подведу просто небольшой итог. Не надо призывать населения. Скупать доллары. Да, скупать доллары. Оно скупит и без призыва. Я постараюсь, что правительство все-таки найдет рычаги, найдет финансовые резервы для того, чтобы укрепить рубль даже в этой ситуации. То, что рассказал Сергей, сейчас нам так как бы вымекнул. Только помните, что резервов, которые сейчас имеются, это открытые данные любой желающий посмотреть, хватит на 3-4 месяца максимум. Вернем из Америки и все покроем. Ну а что касается налогов, например. Вот где брать деньги? Значит, повышать налоги. Повышать нагрузку на тот же бизнес. Малый и средний бизнес. Да, но уже говорят о том, что мы пропустили этот период, когда надо было повышать налоги. Не получится. Да, и хотя бы успеть рационально использовать то, что собрали. Дело в том, что есть такая очень... Рационально используем. Медведев же говорил там больше года назад, больше триллиона рублей. Вы думаете, что-то улучшилось сейчас, да? Стали рационально использовать, коррупция прекратилась. Вот вам деньги. Это отдельная тема, отдельный разговор. Рост налогов провоцирует от них уклонение. Есть такая кривая Лафера, которая утверждает, как только совокупная налоговая нагрузка перерастает там 30-40%, дальнейший рост налоговой нагрузки снижает поступление в бюджет. И мы вот этот... Увеличит карминогенную обстановку. Как побочный эффект, абсолютно верно. Это очень быстро может произойти и управлять уже невозможно. А разве это не происходит? Ну вот сейчас, если закон ведут, отдадут опять нашей полиции, да, возбуждать уголовные дела. Вот в обратно, в обратно. Вот скачок обратно, 3-4-5 шагов назад. И сам бизнес, аура, которая у нас более-менее сегодня, на сегодняшний день, она приемлема, она, конечно, будет уже... Спасибо, господа, за то, что пришли. Тему обсудили. Возможно, что и поняли смысл. Спасибо. Это была программа «Паразвук». До встречи завтра.